Всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня я вам расскажу вот про этого красавца. Итак, я провел с этим автомобилем несколько дней и мне есть что вам рассказать. Начну, пожалуй, с недостатков, которые я успел заметить и ощутить на себе за проведенные несколько дней. Первое, что бросается в глаза, это руль. Он откровенно не современный, совершенно не писывается в этот интерьер. Такой же руль устанавливается на Volkswagen Polo, но надеемся, что Volkswagen скоро эту ситуацию поправит. Второй недостаток, который я здесь нашел, это задняя шторка багажника. Она здесь механическая и, собственно говоря, когда я открываю и закрываю багажник, двигаю эту шторку, царапается пластик и ткань. Поэтому рекомендую всем, кто будет заказывать, заказывайте себе уже с электронной шторкой, тем самым эта проблема исчезнет. В принципе, больше минусов я в этом автомобиле не нашел. Я пытался придраться к кривой строчке, к некачественному пластику, но Touareg мне не дал этого сделать. И сейчас я расскажу почему. В данном экземпляре установлен 3-литровый турбодизель. 249 лошадренных сил. Вы все прекрасно о нем знаете и слышали, я скажу о нем всего лишь 3 слова. Надежно, экономно, быстро. Работает этот двигатель в паре с 8-ступенчатой коробкой от ZF. И вот здесь кроется та самая причина, о которой я вам уже говорил выше. Это динамика разгона. Это невероятно быстро, это невероятно динамично. Не сложно это передать словами, это, конечно, лучше попробовать один раз. На любом перекрестке в городе 0,60 в считанные секунды. По трассе обогнать, перестроиться тоже без всяких проблем. И при этом бортовой компьютер показывает средний расход 9,5 литров топлива. Да, я тоже был удивлен, что такое на самом деле низкий расход. Теперь я прекрасно понимаю своих знакомых, которые любители на светофорах тапочку в пол надавить. Если у тебя плохое настроение, нажми тапку в пол и все изменится. Перейдем к дизайну. Я не буду много разглагольствовать о внешнем виде нового Туарега. Он построен на одной платформе, что и Audi Q7 и Porsche Cayenne. Поэтому много линий в новый Туарег перекочевало именно оттуда. Дизайн нового Туарега получился современным, стильным, брутальным. На каждом перекрестке, где бы я ни останавливался, кто-нибудь по-любому будет смотреть. Внимание вам обеспечено, это 100%. На него хочется смотреть, от него исходит сексуальная энергия. Парни меня сейчас поймут, о чем я говорю. Перейдем к интерьеру. Ну что, ребята, здесь произошла революция. Такое ощущение, что дизайнерам и инженерам нового Туарега сняли все запреты и сказали, ребята, лупите на все бабки. От старого Туарега здесь не осталось вообще ничего. Все сделано в современном стиле. Посмотрите на этот 15-дюймовый монитор. Да у меня дома у компьютера монитор меньше. Монитор работает отлично, не лагает, графика классная, яркость хорошая. Вечером яркость петухает, ничего не мешает. Если вы пользователь Android либо iOS, вы разберетесь достаточно быстро. Здесь, в принципе, все, повторюсь, интуитивно, понятно и просто. Через этот монитор можно произвести все необходимые настройки по автомобилю. Признаюсь честно, я облазил, наверное, только разобрался с половиной. С остальной половиной не успел по причине сверху, о которой я вам говорил. Речь о динамике разгона. Просто не было желания этим заниматься. Хотелось наваливать, наваливать, еще раз наваливать. Приборная панель здесь тоже цифровая. Здесь тоже все информативно, интуитивно понятно. Можно вывести любую необходимую информацию. Расход топлива, пробег, уровень масла. Также сюда можно вывести и продублировать навигацию. Подсветка интерьера. Вот она. Казалось бы, что здесь такого? Подсветка да и подсветка. Но здесь она придает невероятное ощущение комфорта и уюта. Как будто бы находишься дома под теплым одеялком. Регулируется она тоже здесь просто. Все через монитор. Цветовая гамма достаточно большая. Можно подобрать для себя подходящий любой цвет. Сидение. Сидение здесь регулируется в любом положении. Я думаю, что здесь любой человек с любой комплекте и ростом устроится удобно. В сидении встроены уже вентиляция, обдувы, подогревы, массаж. Все, что нужно для комфортной езды, здесь есть. Здесь стоит уже четырехзонный интеллектуальный климат-контроль. Как это работает? Если я в автомобиле нахожусь один, то работает только моя климатическая установка. Все остальные он отключает. Если ко мне кто-то еще присаживается, он понимает, что есть пассажир. И он его сторону начинает включать. Также здесь установлены все возможные помощники. Начну, пожалуй, с тех, которые мне удалось лично попробовать. Первое, это система ночного видения. Как это было? Ехал я ночью по трассе. По правой стороне, по правой обочине я заметил, что происходит какая-то легкая движуха. Фары начали подсвечивать. Я увидел, что там находятся косули. Я начал, понятное дело, немного притормаживать. Затем, как только одна косуля перебежала дорогу, произошло следующее. Автомобиль остановился. На проекции на лубовом стекле начал моргать большой красный восклицательный знак. И также автомобиль не начал звуковым сигналом дублировать. То есть, грубо говоря, если бы не эта система, мне пришлось бы бесплатно косулю везти на капоте до города. Контроль удержания полосы. Как это работает? Когда я еду по городу, я пускаю руль, автомобиль начинает автоматически подруливать, чтобы я не покинул полосу. Это происходит секунд 15-20. Затем он просит меня, чтобы я взял руль в свое управление. Затем, опять же, он может подруливать. Если я еду, включаю левый поворот, пытаюсь перестроить слева. Если система определяет, что у меня есть помеха слева, он мне не даст повернуть руль. Руль будет очень тяжелый, и это будет сделать практически невозможно. У меня иногда складывается впечатление, что Туарег заботится обо мне больше, чем я сам. Адаптивный круиз-контроль. Я думаю, многие из вас уже о нем слышали. Немножко расскажу. Когда я еду в городе, передо мной едет автомобиль, назовем его автомобиль номер один. Я еду сзади, я в системе показываю, что нужно ехать за ним. Но все это классно, все хорошо, но есть один недостаток, который лично я заметил. Когда автомобиль номер один подъезжает к лежачему полицейскому, он начинает останавливаться, соответственно, и я останавливаюсь. Как только он переезжает полицейского, он начинает активно набирать скорость. Соответственно, Туарег понимает, что тут же нужно набирать скорость. Но в этот момент, когда я начинаю набирать скорость, я нахожусь перед полицейским. Соответственно, получается так, что я на скорости прохожу подъезжающего полицейского. В этом есть остаток. То есть, все равно притормаживать придется самому. Полностью доверяться системе не рекомендую. Зеркала. С виду они здесь, конечно, не очень большие, но они достаточно информативные. Ну и контроль слепых зон не в помощь. С музыкой здесь тоже все в полном порядке. Панорама это вещь. Панораму надо брать. Ставки дерева, качество кожи, качество пластика. Здесь все настолько на высоком уровне, что, повторюсь, от старого Туарега здесь не осталось ничего. Нишу предыдущего Туарега занял Volkswagen Taramont. О нем я, возможно, сниму вам отдельное видео и расскажу. Новый Туарег – это новая философия, это новый стиль, это рывок вперед. На этом Туареге я подъехал к своему старому знакомому, которому слегка за 60. Он ведет активный образ жизни, иногда охота, иногда рыбалка. Он владеет, собственно говоря, предыдущие версии Туарега. Я ему открываю дверь и говорю, как тебе, скажи свои впечатления. Ответил он коротко, но емко. На этом я на рыбалку не поеду. И он по-своему прав. На этом автомобиле не хочется ехать в грязь, одевать резиновые сапоги грязные. На этом автомобиле просто хочется кайфовать. Теперь перейдем к цифрам, пожалуй, о самом важном. Конкретно этот экземпляр стоит 82 400 долларов. Но не стоит забывать, что это экземпляр для тест-драйвов, для того, чтобы показывать его потенциальным покупателям. Поэтому здесь доустановлено много опций дополнительных пакетов. Часть этих опций вам просто будут не нужны. Я посмотрел по каталогу. В принципе, для себя я смог подобрать с дизельным мотором нормальную комплектацию 73-75 тысяч долларов. Предположим, что вы покупаете этот автомобиль в лизинг, вы занесли минимальную сумму 20%. Остальное все вы оформляете в лизинг на 3 года. Почему на 3 года? Потому как гарантия этого автомобиля составляет 3 года без ограничения пробега. Соответственно, что мы берем в расчет? Стоимость лизинга, каска, гражданка, стоимость ТО. ТО я считал примерно 30 тысяч пробега в год. Это такой среднестатистический пробег. Итого получается 2380 долларов в месяц вам необходимо положить на затраты на этот автомобиль. Если еще включить туда топливо из расхода 10 литров на 100 километров на 30 тысяч, того получается 2600 долларов в месяц вам необходимо положить на затраты, чтобы пользоваться этим автомобилем. Все подробные цифры, расчеты, что я считал, на что он нажал, будут по ссылке в описании. Также вы там найдете прайс на этот автомобиль. Volkswagen хотел сделать рывок и изменить имидж Туарега. Я считаю, у них получилось. Это новый шаг в будущее, технологиям и стилю. Новый Туарег за проведенные несколько дней вместе подарил мне невероятные впечатления и эмоции, которые, пожалуй, я не забуду никогда. Если вы предприниматель, либо собственник бизнеса, либо вы руководитель организации и вы хотите перемещаться на комфортном, высокотехнологичном и стильном автомобиле, этот автомобиль для вас. Выражаю огромную благодарность компании NTS за предоставленный автомобиль, за их открытость и позитив. Если вы хотите записаться на тест-драйв нового Volkswagen Touareg, вам достаточно перейти по ссылке в описании. На этом все. Благодарю вас за внимание. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Следите за новостями. Дальше будут новые автомобили. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова